Так, вот работенка была, значит, сейчас нахожусь внутри полуприцепа тентованного, ну, поняли, варил, значит, и думаю, резко надо все это дело заснять, задокументировать. Значит, треснула рама, там всем подналожил швы, ну, вот так вот, наверное, будет красивее еще. Зачищу, там дальше. Надо, сейчас железную щуточку возьму. Железную, хотя не обязательно, не надо, зачем. Сейчас это все мажется силиконом, и на саморезы эти листы сажаются. Ну, и вот еще тут, тут, здесь шов подлиннее, а здесь вообще, здесь так треснуло, что даже щель была, можно было засунуть кое-чего. Ну, вот, так говорят, имеешь водительские права и хватит. Нет, не хватит. Всему надо в жизни учиться. Все. Спасибо. Вот силикон. Этим силиконом пройдемся по периметру. Три листа на саморезы просверлено отверстия, где живые отверстия старые, старые болты посадим, где сорваны погрузчики вилочные, когда завозят груз, ездят прямо по нему и обрывают все к чертовой матери, и рамы трескаются, и все подряд. Вот такие вот пироги. Все, спасибо. Ну вот, сразу за гоночку зачистил щеткой по металлу швы. Сейчас попробуем поближе. Как его поймать сверху? Ну, вот так вот кажется. Все нормально. Конечно же, человек, который всю жизнь занимается сваркой, приварил бы и получше. Но я считаю, что то, что надо. Ну, вот так вот где-то. С той стороны. Ну, вот он. Сварочный аппарат. Если кому интересно, мы потом поподробнее. Все. Так, сегодняшний обед. Какой-то супец. Зелень еще сверху насыпал. Мясо есть, картошка, капуста. Ну, и сверху свежей зелени. Два хлеба. Чай из дома. Термис. Все, приятного аппетита. Так, сегодня обед за счет работодателя. Вот такой вот у нас. Не знаю, что такое. Плов. И котлета какая-то. Хлеба нет. Чай свой. Вот такие пироги. Приятного всем аппетита. Так. Вот небольшой, небольшая работа была. Приварил. Потом покажу таким сварочным аппаратом. Вот эти вот на боковые отбойники эти держатели две сломались у самого основания здесь вот. Значит, взял квадратный такой прямоугольный профиль. Разрезал его вдоль. На четыре части сделал. Сделал четыре уголка. Модатория была очень длительная. Второй сделал по-другому. Просто кусочек швеллера приварил. Вот такие вот швы получились. Темно. Все в жизни пригодится. Когда-то учился и на токарях, и на сварщиках. И более-менее плотно-столярное дело освоил. Вот такие вот швы. Швы делал не сплошные, а чередовал, чтобы не перегреть в одном месте. Замыкал основную часть, чтобы не перегреть два. Здесь. Сделал просто швеллер. Заварил, было проще и хорошо. И вот сегодня еще заварил. Приварил держатель такой для раковины. Здесь, по-моему, свет уже не нужен. Вот так вот примерно все это выглядит. Приварил смотрим. Спасибо. 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 Вот и сварочный аппарат, в котором варен газ АГАМИКС-20 пацанский редуктор с шариком очень интересно, нравится Вот аппарат Евро, так говоря, что-то 200-300 то ли лад, то ли евро он обошелся Вот такая вот работенка еще Среда не знаю, там 13-е что ли в мае Сегодня макароны по-флотски И хочу отдельно заявить, что это уже третья порция подряд Спасибо, приятного аппетита Да, чай с собой, как всегда, в термосе я хочу Всё Спасибо Abigail Приятного аппарата